Что сказал Рафуна? Рафуна сказал, что три года, которые есть хазака, должны быть полными. Но кроме того, что они должны быть полными, мы это видели из Мишны, они должны быть последователями. Или то, что должны быть последователями, мы видели это полными из Мишны, но должны быть последователями. «Как человек делает хазака на дом, что там три года он жил?» Мы можем привести свидетельство, что он находился в доме в течение дня. А ночью кто может засвидетельствовать? кто-то тем более тогда света не было ничего не было как солнце заходило люди заложили спать везде было темно так как рабуна хочет сказать что для домов нужно хазака тогда нужно там шесть лет они три года получается что это непосредственно года и мара непоследовательные три года мара дает три ответа 1 говорит соседи знают кто должен дома живет он там днем и ночью так далее это один что соседи могут засвидетельствовать 1 ответ 2 говорит пришли два человека говорят она не взяли у него этот дом в рент в и мы там жили три года днем и ночью то есть мы сказали нужно два свидетеля который подтверждает что это этот дом был три года в его распоряжении эти двое говорят он нам дал рент может быть они сейчас если беден скажет что этот дом принадлежит не ему а тот кто говорит что этот дом мой как он называется маракама хэскад маракама первый хозяин то они теперь должны быть заплатить рент ему тоже может они там у заплатили уже да это хэскад маракама но сами что проходили когда раньше платили в начале месяца или в конце лет платили в конце месяца поэтому когда пришло время платить за рент через месяц и через конце года или в конце месяца они пришли в бедзин и спросили кому мы должны платить тому кто сказал что это дом его и мы три года там жили или тому кто говорит что этот дом у него не продавал поэтому здесь есть спор они могут быть свидетелями или нет но здесь или даже если они заплатили тому что это дом его может он деньги вернул и сейчас они спрашивают кому мы должны день даже на третий ответ марзутра как объясняет его раши говорит так и михая вин это мазик лави един что я иду в фируш алкоголь а ямима аллерот что на самом деле бедзин не заставляет того кто живет в этом доме привести свидетелей что он там был жил три года днем и ночью или я иду с там шара уху дар гиммельшаним умистама имбеямим дар бэдбай апбалайла дар бог свидетели должны просто сказать что мы верили что три года в этом доме жил и если он жил там три года днем они но если хозяин который говорит что это мой дом этот дом он там живет незаконно он говорит пусть он не приведет свидетелей что он там жил и днем и ночью тогда должен будет привести поэтому человек который учит дар гиммин учтал он уже знает что в течение 3 лет он должен протестовать когда плети пришить при прийти за два за три за пять дней до конца этого третьего количества�ных цикла тогда у него будет еще три года у тебя будет чтобы протестовать и ты пришел доказать скажи пусть он мне докажет свидетели что был там днем и ночью. Потому что если он не требует днем и ночью, Бадцин не требует. Днем есть достаточно. If он говорит, пусть докажет днем и ночью, Бадцин требует, чтобы он привёл свидетелей, и днем, и ночью, от того, он был там. С другой стороны. Мы сказали, этого мы не требуем. Но когда мы не требуем, если он не требуется, Но есть одно исключение. Рухлин, кто-то рухлин, шарманщики. Люди, которые переезжали, ездили из города в город, продавали косметику, продавали разные безделушки. Дом там был закрытый. Поэтому, если такой человек пришел, говорит, я пришел к себе домой, а там кто-то живет. Что там может быть? Сегодня это та же самая ситуация. Человек живет в Америке, покупает себе дом в Израиле, квартиру в Израиле. Сколько он там находится? Может быть, две недели в году на Песах он туда приезжает и на Сугод. Отдал ключи соседу, говорит, слушай, смотри за моей квартирой. Он точно знает, когда он приезжает. Что он делает? Ключи у него есть. Он там живет или в Резовый день там он живет. За пять дней до Песах, он все убирает, все чистит, все нормально. Естественно, мы пойдем говорить, что вот такой человек, который приезжает из этого города в другой, он пришел в Петин, говорит, слушай, он у меня живет там, и он привел свидетелей. Что он три года там был, а он сам, если даже не требует, чтобы доказали, что он был там ночью тоже, мы за него это просим, чтобы они привели свидетель, он привел свидетель, что он был там ночью тоже. Дальше. Гмара приводит еще несколько исключений к тому, что сказал Равгуна. Равгуна согласен, что в магазинах Мехозы достаточно, чтобы человек сказал, доказал, что он там был три года днем. Почему ночью там никто не живет? Были магазины, в которых живут люди ночью тоже. Например, он куда-то поехал там в Африку, он видел там, шесть человек, спали, спят в аэропорту, утром поснулись, идут в туалет, умываются, моют свою голову, моют свои зубы, там они живут. Но так эти магазины были для того, чтобы там были только днем, но не нужно доказывать, что он там был три года ночью тоже. Гмара приводит интересную историю. Рами Бархама, вера буква Бархама, эти два брата, они купили себе служанку, вместе на пару. Один из них пользовался ее услугами, уборкой в доме и так далее, в первый, третий и пятый год, то есть не по порядку, а другой пользовался, соответственно, второй, четвертый и шестой. Потом хозяин этой служанки, бывший, увидел, что никто ее три года подряд не пользовался ее услугами. Он пришел, говорит, что я их не продал, она моя. Они пришли в бензин, кровать. Он им говорит, почему вы не договорились, что три года будет пользоваться один, а потом три года будет пользоваться другой. Чтобы у вас не было хазака друг против друга. Вот как у вас друг против друга не было хазака, так и для нее нет хазака, и она должна вернуться к своему бывшему хозяину. Это все, если у них не было договора о том, как они ее разделяют. Но если у них был договор, то уже идет слух, то люди говорят, вот они взяли, когда есть документ, идут разговоры, в этом случае она остается им, он не может протестовать, он не может предыдущий хозяин ее забрать. А мы говорим, что эти два публица, они подозревали друг друга, что ли? Несколько ответов. Один ответ, только они сказали, ты даешь деньги в долг, возьми бумагу, чтобы потом не жалел. Закон говорит, должен взять, должен взять. Здесь тоже они договорились, они написали. Другое объяснение, что мы сказали, человек должен от ЕЦРа убегать. Ты не должен попадать в ситуацию, что может быть у тебя появится желание согрешить. Сказать, но это мое. Как, например, с Йосефом, жена Путифара к нему приставала целый год. Правильно? Теперь у нее была причина. Какая причина? Она видела там по астрологии, что у нее с Йосефом будут общие потомки. Она не знала, что это будет Йосеф и ее дочь, приемная Осна. Она думала, что это будет от нее. Вроде бы у него была хорошая причина. Откуда Йосеф знал, что это не ЕЦР ТОВ, а ЕЦР РА? Если мы каждый посмотрим на себя. Когда мы хотим что-то сделать, ЕЦР РА и ЕЦР РА ТОВ, какая между ними разница? ЕЦР РА ТОВ приходит один раз. Он не висит над человеком, не стоит над ним. А ЕЦР РА, пока ты не согрешишь, он будет на того себе. Поэтому так это было постоянно, если я понял, то это не идет от хорошего, это идет от плохого. Не идет от чистого, а идет, не дай Бог, от нечистого. Теперь еще один, одно исключение. Хазака Рава говорит так. Человек взял поле. И все это поле он засеял, кроме одной четвертой части. Он говорит, ты три года там был, три четверти твое, а одно, которое ты не пользовался, не твое. Если это поле полностью засеваемое, почему ты там не засеял? Но, говорит Мара, Раву наберей дарабьюшуа, и ла барзи и ра ги канела агавар ара. Но если эта земля, она нельзя там сеять, она каменистая земля, скалистая земля, то тогда ты ее приобрел через остальные три четверти этого поля. Но, Раби Барабай говорит, ла канела агавар ара. Но, даже в этом случае, ты не приобрел ее через три четверти. Ты должен был, ты купил эту землю, три четверти ты можешь посеять, а одна четверть каменистая приведи туда своих животных, расстели там свои фрукты, чтобы сушить. Ты должен этой землей пользоваться, мы сказали, три года, чтобы у тебя была хазака. Не пользовался, значит, не твоя. Также, как мы сказали, вот это поле, или территория, которая не засевается, как она приобретается? Через то, что ты приводишь сюда своих животных, или как-то по-другому, фрукты и так далее, там слушаешь, как-то по-другому, ты показываешь, что это твое. Игмара дальше говорит, другой случай с хазака. Один человек говорит другому, ты меня извини, ты что здесь в моем доме делаешь? А тот ему отвечает, меня взаимодействие, ты ахалич не хазака. Я у тебя этот дом купил, я уже спрожил достаточно времени, чтобы у меня была хазака, то есть минимум три года. Теперь, тот первый хозяин, что говорит, она пишет книга ве хаме. Я жил во внутренних комнатах этого дома. Ты жил во внешней, а я жил во внутренней. Я через эту внешнюю комнату проходил, поэтому, я протестовал, я не протестовал, то есть ты понимал, что я здесь тоже живу, это мой дом. Тосов объясняет, что здесь было, как так может быть? Он говорит, что у предыдущего хозяина были свидетели, что он действительно жил во внутренних комнатах. Но они не знали, как он выходил. Из другого входа или проходил через эту комнату, где этот второй живет. Кто кому должен доказать? Тот, который говорит, что этот дом у тебя купил, или тот, который говорит, что я тебе не продавал, предыдущий покупатель. Спор. Равнахман и Рава. Равнахман говорит, Зиль, Барур, Ахильтах. Что? Тот, кто живет во внешней комнате, он должен доказать, он должен привести свидетелей, что у него есть фазака, что он уже здесь 3 года живет. Так говорит Равнахман. Рава говорит, нет. Рава, вернее, Рава говорит, Хамуци, Мехаверо, Аллахарая. Кто хочет получить деньги, тот и должен доказать. Поэтому, он говорит, обязанность доказать, что этот дом его на предыдущем хозяине. Почему? Как объясняет Равнам, интересно, что на сегодняшнем листе написано, там есть прерывание в комментарии Яроши, написано, здесь умер Раши, что на этом листе комментарий Яроши прекращается и объясняет его внук Рашбам. И Рашбам говорит, что мы не подозреваем, что предыдущий хозяин, он использовал этот дом тоже. Почему? Потому что, когда есть фазака у нового покупателя, значит, это дом его. Сейчас предыдущий хозяин хочет доказать, что он ему этот дом не продавал, что он этим домом пользовался, он должен доказать. То есть Равнахман говорит, покупатель должен доказать, а Рава говорит, продавец. Равнахман говорит, потому что он здесь живет, это его дом, а тот должен доказать, что у него есть фазака, а Рава говорит, нет, у него фазака есть, ты должен доказать, что ему этот дом не продавал. То есть, мы продолжим этот спор на следующем листе Рашбам, и мы тоже продолжим вместе с вами, Субтитры сделал DimaTorzok